привет в своем сегодняшнем ролике я расскажу тебе про новые наушники от компании qsy вот эти вот красавчики наушники вкладыши очень удобные очень классные ну а все подробности ты узнаешь посмотрев мой сегодняшний ролик в общем в очередной раз qsy удивили и сделали удобные наушники только на сей раз это вкладыши под названием t7 ну а ночной свой рассказ как всегда с упаковки и она здесь как у всех моделей qsy максимально дешевая цветная обложка и простецкий картон но по-хорошему как я уже успел неоднократно убедиться самое главное это содержимое и внутри нас встречает белый матовый кейс прямоугольной формы с закругленными гранями внутри которого уложены сами наушники и тут нельзя не согласиться что по внешнему виду он очень похож на таковой в наушниках mi r2 tvs от компании сяоми качество исполнения приятно порадовало пластик по ощущениям хороший крышка открывается плавно и не люфтит в петле имеется доводчик габаритные размеры по длине ширине и высоте составляет 48 на 24 на 50 миллиметров на передней стороне кейса расположен один светодиодный индикатор состояния который горит синим свечением в обычном режиме а во время зарядки меняет свой цвет на красный по центру аккурат под индикатором находится физическая круглая кнопка она участвует в процессе сброса наушников до заводских настроек а также нужно для их переподключение к другому смартфону все озвученные сейчас мною процессы подробно описаны в небольшой инструкции по эксплуатации ее русский вариант я на всякий случай прикрепил в описании к ролику в нижнем торце зарядного кредла встроен type-c разъем для зарядки и да наконец-то это произошло в наушниках qsy этот интерфейс появился впервые именно в этой модели надеюсь это не разовая акция и в дальнейшем его будут ставить во все новые наушники в кейсе установлен аккумулятор на 380 миллиампер часов а в каждом наушнике по 35 и вот несмотря на казалось бы не очень большой объем батареи наушники на стопроцентной громкости проиграли у меня три часа и 32 минуты что лично я считаю очень хорошим результатом как я уже озвучил в самом начале qsy t7 это вкладыши причем с очень удобной посадкой силу особенности конструкции а в частности крепления самой ножки к звуководу в ушах они сидят отлично и вот здесь будет справедливо их сравнить наверное самым основным конкурентом в нише с наушниками mi r2 se и вот если кого-то раздражали или же напрягали огромные ножки в этих наушниках а также посадка была не очень удобной то могу со всей ответственностью заявить что qsy t7 сидят в ушах намного комфортнее немаловажную роль в их эргономике сыграл и тот факт что все элементы здесь полностью матовые от того и выпадать из ушей им будет намного сложнее нежели в случае с mi r2 se ну и самое главное как ты наверное уже сразу подметил ножки тут раза в два тоньше сяомишных управление в наушниках сенсорная и по области для тапов ты точно не промахнешься она здесь выделена в специальный круглый выступ что свою очередь обеспечивает практически полное отсутствие мискликов да и в целом набор жестов тут намного богаче нежели в наушниках от сяоми ведь у qsy есть рабочее приложение в котором эти самые жесты можно переназначить действий на выбор всего два это либо двойные либо тройные этапы и вот я в свою очередь наушники настроил вот так двойное касание по любому из наушников во время воспроизведения музыки отвечает за плей паузу а во время телефонного звонка позволяет ответить на вызов или завершить разговор тройной этап переключает треки направо вперед на левом назад тем не менее этим функции не ограничивается назначить на эти этапы возможно как вызов голосового ассистента так и управление громкостью в общем как ты понял поиграться и настроить под себя можно функции управления есть все причем помимо всего прочего в наушниках установлены датчики присутствия которые работают в обе стороны и по идее функцию плей паузы можно на тапы и не назначать также на постоянной основе в наушнике зашита функция переключения треков по удержанию пальца на сенсоре в течение двух секунд и вот все бы ничего но работает она только на перемотку вперед как на левом так и на правом наушники зачем они так сделали могу только предположить скорее всего это для возможности работы наушников моно режиме ведь помимо того что каждый из них можно использовать по отдельности оставив 2 отдыхать в кейсе так еще и при желании каждый из них можно подключить к отдельному устройству что для некоторых людей будет явным плюсом вообще что касается непосредственно самого подключения к смартфону тупо инструкции для этого их надо достать из кейса однако по факту достаточно всего лишь открыть крышку и они уже подключатся да и в плане самой работы наушников также имеются некоторые расхождения с официальным описанием к примеру в наушниках заявлен bluetooth версии 51 а в инструкции указан 50 и вот как проверить где правда я к сожалению не знаю если знаешь приложение или программу где посмотреть версию bluetooth в наушниках я буду признателен если напишешь об этом в комментарии похожая ситуация обстоит и с кодеками заявлено поддержка двух и эси и sbc но по факту к моим смартфонами 9 с и ими ноут три наушники подключаются только по sbc и вот как раз звук по кодеку sbc в этих наушниках немного проигрывает me r2 с е на кодеке и эси данный кодек делает звучание в т7 немного суховатым в нем не хватает объема а лично мне верхушек хотелось бы побольше в каждом наушнике установлено по одному 13 миллиметровому динамическому драйверу и в целом они довольно громко звучат запас по волюме есть низких частот здесь без избытка но для вкладышей это нормальная история средние не проседают и не перемешиваются с басом но выразительности в вокальных партиях как я люблю я здесь не услышал в целом в этих наушниках звук неплохой но я больше чем уверен что на кодеке эси звучало бы лучше тем более что по факту он заявлен изначально надеюсь что ближайшем будущем наушники все же обновятся посредством приложения ну а теперь я предлагаю тебе послушать как кусе white и 7 работают в качестве гарнитуры ну что ж друзья проверяем работу микрофонов наушниках кусе white из 7 вот такие вот наушники вкладыши первые наушники вкладыш от компании кусе white вот таким образом звучат микрофоны закрытой машине сейчас буду открывать окна и создавать много шума вот так вот я открываю окна и слушаем собственно если шумодавы в данных наушниках вот таким образом они будут звучать если вы будете по ним разговаривать во время езды на автомобиле ну а мы приступаем к традиционному следующему тесту с печкой и так это уже второй тест с печкой сейчас буду наваливать вот таким вот образом на двоечку на троечку и на четверочку по максимуму меня выдувается из тепло и вот так вот у меня происходит собственно запись звука с микрофонов наушниках кусе white из 7 в обычном тихом помещении здесь сейчас ничего не работает не компьютер ничего то есть абсолютно такая тишина вот таким вот образом тебя будут слышать если ты будешь разговаривать по вот этим вот наушникам собственно как-то так как-то так по стабильности соединения я никаких проблем не выявил дома прошибают две стены и балконную дверь она открытой местности уверенно держат расстояние в 10 метров в ю тубе полет также отличный звук от видео не отстаёт по крайней мере так мне показалось на слух когда я проделывал тесты а вот в pubg мобайл небольшая задержка все же присутствует она здесь небольшая но все же имеется дело все в том что в наушниках нет специального игрового режима да и по-хорошему здесь свой отпечаток наложил еще кодек sbc ну и подводя некий итог что могу сказать на самом деле меня очень радует тот факт что бюджетный сегмент беспроводных наушников вкладышей начал пополняться интересными экземплярами и модель ты 7 явное тому подтверждение из очевидных минусов отмечу только суховатый звук свойственный кодеку sbc ну и как следствие небольшие задержки в играх по всем же остальным параметрам укусивай абсолютно точно получилось сделать новый бюджетный хит ведь за свои полторы тысячи рублей наушники действительно годные ну а на сегодня это все спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующих видео пока пока